Так, здесь трупы, я надеюсь, или что это? Знаки, точнее, лупы. Лупы это дружелюбные люди, или это уже трупы все-таки? Да, это, по-моему, трупы лежат, я не могу разобрать точнее. Но какие-то нехорошие дядьки там все-таки бегают, и мне сражаться сейчас абсолютно не с руки. Да, кстати, вот рюкзак это просто маленький рюкзак, вот он, small backpack, colored, то есть желтенький он. Покрашенный. Вот в него вещи ложатся точно так же, как вот сюда, то есть по одной штучке. Есть торговые рюкзаки, в них можно ложить, ну, блин, нам капец. Ложить стаки, но все равно бежим, вот вы видите, то есть мы еле ползем, ниндзя за нами может бежать, но он не попадает по нам, вы видите, что происходит. То есть он догоняет нас, замахивается, но удары идут мимо, и вот этот вот все-таки дисбаланс и недоработка на данный момент, который мы и будем пользоваться. Потому что если это все исправят, то выживать будет намного сложнее. Вот, есть торговые рюкзаки, в них можно складывать стаки, ну, то есть там пять штук одинаковых вещей в один слот, вот, и когда мы начнем строить свой... Так, ты что решил драться? Ты совсем, что ли? Так хватит не останавливаться, давай беги, вон уже город виден. Мы почти у цели. Вот, ну ползи, чувак, перебирай свою ногой. Да, вот такая вот карикатурная погоня леопарда за черепахой, которая увенчивается при этом успехом, ну, в плане черепахи. Леопард, конечно, здесь не удел, но мы сейчас его победим, потому что там у каждого города есть... Так, это кто? Кстати, это вот хорошие люди. Так, это охранники. Потому что у каждого города есть охранники, и самый лучший способ убить кого-нибудь, это... Так, ты хватит останавливаться, беги. Так, я не уверен, все ли охранники убежали. Да, и еще вот связано вот с этим вот недоработкой временной. Можно увидеть, как, допустим, один бандит, оставшийся в живых, бегает, а за ним бежит целая рава охранников и ничего не может сделать. Так, вот, еще одна прогрузка. Вот, и вот на максимальной скорости это выглядит, как шоу Бенни Хилла, вот, не иначе, ну, вы видите. Вот, потому что они бегают там кругами вот по этим барханам, не могут догнать там в двадцатером одного человека, недобитого. Но, тем не менее, я вот почти дошел до города таким вот смешным методом. Да. Ниндзя там, наверное, весь уже исходит просто на... Не знаю, на что он там исходит, но... Я бы лично был бы просто вне себя, когда вот от меня бы убегал инвалид, а я не мог... Не мог в него попасть. Ну, да. Такой вот из него ниндзя. Честно, я не знаю, как это будет исправлено, но пока это вы видите, что это совсем уж ни в какие ворота не лезет, и можно этим злоупотреблять, сколько влезет. То есть даже перегруженный герой со сломанной ногой, хотя я не знаю, может, он хромает именно от того, что перегружен. Так, это охранник. И да, это охранник уже. Давайте включим нормальную скорость и тоже подеремся. Здесь, даже если нам и вышибут мозги, мы сможем прийти в себя, и главное, что мы получим немножко навыков защиты и атакующих навыков. То есть вот наши параметры. Но это не все параметры, на самом деле. Так, статс. Статс почему-то у меня не открывается. Хотя нет, вот он открывается. Я врулом немножко. Вот здесь полная табличка статов. Я знаю, что там идет бой, и я в это время открываю статы. Вот, ну здесь навыки оружия, здесь прочие скиллы, здесь атрибуты. Вот такие бои, это единственный способ получить хорошие, хорошо и быстро опыта. Можно еще тренироваться на болванках деревянных в городе, но это очень долго и скучно, как по мне. Вроде можно построить улучшенные болванки для тренировок, но, опять же, я не уверен, что это очень интересно, вот наблюдать, как герой монотонно рубит по этим деревянным штуковинам. Так, странно, белый. Я, по-моему, раньше не видел таких охранников. По-моему, они все раньше были в другой одежде, но, да, по-моему, появились новые какие-то комплекты. По крайней мере, я читал, что автор добавил. Так, у нас появилась такая броня. Лонгбутс, а у нас просто бутс. Давайте наденем лонгбутс. На самом деле, вот, бутсы, они ничего не дают вот эти. Да, у нас, по-моему, появилось больше комплектов. Так, катана. Режущий урон 0,73 у нас. Кстати, я тоже не очень понимаю, зачем тут два слота подороже, и не понимаю конкретно, какое используется, первое или второе. Вот здесь 0,73, а у нашей только 0,79. Я ее выкину. Я же говорил, что нам дают самую такую дурацкую. И вот здесь вот штаны, но они тоже ничего не дают в плане защиты, но они черненькие, то есть они круче смотрятся. То же самое и с вот крутяшкой. Она тоже здесь в инвентаре никак не отображается, кроме как скобочков, что она покрашена. Вот, но на деле она, на самом деле, на деле она черная. И это прикольнее выглядит, чем бомжатские какие-то отрепи. Давайте опять забинтуем нашу голову. И вы заметили, наверное, что наш герой, когда стоял, он держался за голову. То есть, когда у нас сильно ранена голова, а герой начинает держаться за голову. Когда там сломана рука, она у нее не действует, болтается. Когда сломана нога, он не может ходить нормально. Это жутко интересно наблюдать вот всегда. То есть, в бою ты прям переживаешь за каждого члена. То есть, ты видишь, что там этому там сломали ногу, он там начал хромать, у этого там рука, у этого нога. И ты там смотришь, то есть, допустим, у него у головы уже осталось 10 жизней, а все остальное по половине. То есть, если попадут в голову, то он все, потеряет сознание. А если в другую часть тела, он еще сможет бороться. То есть, бывает так, что наш герой весь вот прям избитый, но дерется. А бывает так, что вот у него только одну часть тела прям вот попали несколько раз, и все, он отправляется в кому на отдых. И ты прям переживаешь вот так, чтобы вот не сюда, только там не в голову, только не в голову. То есть, прям вот это реально намного круче, чем какая-то вот то, что сейчас в играх упрощенка. Так, и тут должны быть торговцы. Торговцы? Так, это нет, это охранники торговцев. А мне интересуются сами торговцы. Вот здесь два, у них, по-моему, рюкзаки будут в продаже. Да, наш герой прошел сквозь стол, это ничего страшного. Все так и должно быть. Вот они, это просто большой бэкпак. То есть, большой рюкзак, он, ну, он побольше, чем вот этот, но он не представляет особого интереса, на самом деле, классный этот вот именно вот такой вот торговый рюкзак, хотя бы вот, хотя бы маленький. Потому что у них, на самом деле, есть штрафы, вы видите, что уже combat speed effect 0.9, то есть, мы медленнее воюем, и все скиллы минус 5 получают. То есть, пока он у нас одет, у нас штрафы. Но, по крайней мере, в 0.4 можно было рюкзак снять и положить в инвентарь. Несмотря на то, что он полный, абсолютно забитый, мы его можем положить сюда, и при этом штрафов уже не будет. То есть, как бы это странно. По-моему, в инвентарь даже можно два рюкзака положить, ну, забитых полностью, и еще сюда одеть. То есть, это как бы у нас будет три рюкзака, и это странно, и, опять же, недоработанно. Но это все, потому что это даже не бета-версия, то есть, не подумайте, это раннее альфа. И, как я читал, автор крайне доволен, скажем так, продажами на стиме, и, следовательно, вот наш герой держится за голову, вы видите. У него пострадало. И, в принципе, он уже приоделся, так и выглядит симпатично, по крайней мере, не какой-то оборванец. Так. Вот, автор доволен продажами на стиме, она, по-моему, занимала 17 место по продажам. Вот, и я думаю, что сейчас он будет с большей скоростью выпускать обновления. И, если вы заметили, в игре нет звука, это не потому, что я его выключил, потому что я часто выключаю звук, или сильно его занижаю, потому что мой микрофон как-то совсем уж тихо записывает мой голос. Вот, но в игре реально нет звука вообще никакого. Потому что нету движка звукового на данный момент. Вот, и я читал, что автор собирается нанять кого-то, кто в этом разбирается, вот, и добавить уже скоро звуки. Вот, а также, вот, по-моему, новые здания, вот, честно, я не хочу врать, по-моему, я читал, что он нанимал именно дизайнера, потому что новые здания нарисованы очень красиво, ну, не вот эти вот, а те, что мы можем строить, вот, также вот те же арты высокодетализированных героев, то есть, скорее всего, написал кто-то другой, но я об этом не уверен. Может быть, все-таки это он и лично делал, то есть, если вы точнее знаете, какие-то информации, напишите мне. Так, и вот здесь можно снять кровать, полечиться, но я не буду этого делать. И вот наш герой начал бегать уже быстренько, и я хочу найти таверну, потому что нам нужна команда, хотя бы человек 7, да, я думаю, человек 7 нам будет самым достаточно, чтобы уже начать какую-то, какую-то деятельность в плане градостроения, ну, или хотя бы наказывание врагов, пока мы ничего не можем. Так, давайте сохранимся, если у меня сейчас сохранится без вылета, да, все нормально. Вот этот человечек, он, по-моему, не будет наниматься, видите, он говорит, нам ничего не укради, но мы и так ничего не собираемся красить, этот вообще не кликабельный. Но, по-моему, в каждом городе минимум 2 таверны, не уверен, что в каждом, но во многих, по крайней мере, что я видел, было по 2 таверны, да, вот еще одна, вторая расположена здесь. И если мы сейчас тут никого не найдем, мы отправимся в следующий город, но в следующий город мы в любом случае отправимся, потому что нам нужны деньги. Митчики я продал, но у меня всего 2 300, это крайне мало, нам нужно намного больше. И вот этот тоже такой оборванец, то есть он абсолютно не прокачанный, и тут есть 3 вида, кого мы можем нанять, оп, извиняюсь, это вот такой, вот такой же, как мы оборванец, он самый дешевый, за 700 монет он присоединяется к нам, есть за 2 500 и еще за сколько-то, я не помню, вот они уже прокачаны. Вот я сначала, когда играл, всегда брал просто самых дешевых, но потом пришел к выводу, что на каком-то этапе развития уже легче брать прокачанных, потому что они уже и в бою сразу смогут себя показать, и экипированы лучше, и пользы от них больше. Давайте мы оставим ему имя Джин, в принципе, мне устраивает это, и видите, наших героев стало двое, то есть не знаю, какой здесь есть лимит вообще на количество героев, но я вроде слышал, можно нанимать и даже 40 человек, ну вы представляете 40 человек, то есть можно построить даже несколько городов, то есть 10 будут жить в одном, там или 15, 15 в другом, а 15 будут воинами, которые будут бегать, и воевать с... а почему я не могу на него кликнуть? А вот это вот интересно очень, по крайней мере раньше, ага, вот надо подержать чуть-чуть, чтобы обмениваться предметами, нужно выбрать лут, нажать на человечка и выбрать лут, это немного странно почему-то, так, куда это одеть, это сюда, почему, вот торговля между игроками, обмен вещами называется лутом, так, стоп, ты тоже давай присоединяйся к нам, и вот наши ребятки отправляются в новые путешествия, и давайте посмотрим карту, куда мы можем, мы можем пойти сюда, но мне вообще хочется ошиваться, скажем, вот так вот, рядом с каким-нибудь городом, где, во-первых, есть тюрьма, то есть вот есть бандиты, а там есть еще лидеры бандитов, точнее их там два главари, лидеры, что-то типа такого, и за одних дают неплохие деньги, если мы их обезвредим и притащим в эту тюрьму, вот, но тюрьмы, что-то как-то крайне редко вот в городах попадаются, так, и куда мы бежим, не, мы что-то вообще не туда бежим, нам надо немного поменять курс, давайте мы его поменяем, нет, не сюда, вот по-моему сюда, так, а все ли я продал, кстати? Да, я все продал, так, с шифтом надо кликать по иконкам, чтобы выделить всех, и вот рядом с этим городом уже можно будет ввязаться в какую-нибудь драку, хотя это не в нашу пользу будет, но вот, допустим, вот в эту, ну, мы сможем немножко прокачаться, так вот, я хочу, во-первых, найти, где будет рядом тюрьма, чтобы носить туда тела, вот так вот, а также, чтобы там была рядом торговая точка, где продают кирпичи строительные, чтобы их можно было закупать, потому что, когда я играл в 0.4, вот, я сказал, что я строился вот здесь, и проблема была, что мне приходилось бегать аж вот сюда, а это очень тяжело было, потому что герой с кирпичами, он передвигается медленно, и вот единственный способ протащить его, это вот именно вот такое вот убегательство, когда нас не могут ударить, немного несправедливое убегательство, конечно, все-таки он там отхватил, я помню, давайте мы все это переживем с вами не за кадром, я не буду вам рассказывать, как все это прекрасно играется, а это мы узнаем именно вот в самой игре, и так вот эти бандиты, да, это разные бандиты, вы видите, одни, по-моему, просто бандиты, другие какие-то другие, и давайте заставим наших героев тоже поучаствовать в этой битве, так, нет, давайте мы включим нормальную скорость, потому что я ничего не понимаю, и я думаю, что вы тоже ничего не понимаете, наших героев легко можно в этой толпе отличить, потому что один в черном с желтым рюкзаком, а другой в желтой рубашечке, так, наши герои как-то хаотично сражаются, то с одним, то с другим, так, и периодически они выхватывают все-таки удары, но, в общем-то, зеленых циферок выплывает больше, чем красных, и, по-моему, мы сможем убить кого-то, главное, чтобы выживших бандитов тоже было крайне мало, желательно один или два, чтобы и остатки бандитов мы смогли бы спокойно дорубить, так, и вы видите, вот тут уже правая рука у Джина повреждена, но еще работает, он ей еще справлю, машет, наш главный герой поврежден, но не сильно, у него есть небольшое кровотечение, здесь уже у Джина достаточно сильное кровотечение, он теряет аж по три уже, да, наш герой теряет сознание, когда вот что-то потеряно или минус кровь, так, у нее сломана уже правая рука почти, вот, а умирает он, когда у него становится отрицательное число, равно, равное такому количеству, как у него полного здоровья, то есть у него, по-моему, полное здоровье это 70 единиц, то есть когда минус 70, если будет крови, то он умирает, у меня умер один раз всего герой, по моей какой-то недоглядке, но у него там было очень сильное кровотечение, и так, и вот это, по-моему, главарь бандитов, блин, я не то кликнул, извиняюсь, и ситуация крайне нехорошая, мне кажется, потому что вот с зелеными, мой герой джинн будет сражаться, стоп, чиз, к сожалению, блок, так, кто грузит, так, это режим дефенсив, и не дефенсив, вот эти кнопки, они еще не работают, то есть автор их добавил, но у них еще пока нет никакого применения, так, агрессив, и вот эти кнопки тоже, опять же, добавлены, но агрессив, дефенсив и эвейсив, но у них нету применения, то есть это на будущее, то есть и в 0.3 вот версии тоже были кнопки, да что ж, как он встал, то он абсолютно не хочет, и вы видите, у него рука болтается уже, и драться он, да, драться он уже не будет, и второй, и главный герой мой тоже уже не будет драться, потому что ему сломали желудок, и вот эти два бандита, они поспешно скрываются, хотя этому чуть-чуть осталось совершенно, и у него есть шанс вообще умереть от кровотечения, на самом деле, стоит за ним проследить, а главарь бандитов, да, вот он даст бандит босс, босс именно, есть боссы, есть лидеры, за боссов платят, а за лидеров нет, и он тоже теряет достаточно быстро кровь, но давайте посмотрим, что у нас тут потери аж целых 3 единицы, вы видите, она чуть замедляется со временем, но скорее всего этого хватит, чтобы кровь успела остановиться до того, как наш герой умрет, а вот здесь дела плохи у Джина, у него уже минус 20, и при этом, уже кровотечение 2,5, и он рискует сейчас тут и остаться навсегда, да, вы видите, как его скрючило, это была плохая идея, на самом деле, вот попытаться в такой битве поучаствовать, но я хочу просто побыстрее прокачаться, и попробовать немножко, немного более агрессивно играть, нежели я играл раньше, и нет, по-моему, все-таки у него не закончится кровь, до того, как вот это вот количество спадет на нет, так же, как и здесь, то есть лидер точно уже уйдет, вы видите, он побитый, и у лидера классный меч, точнее он дорогой достаточно, я не знаю, насколько классный, я вот эти широкие мечи никогда не использовал, но то, что за него неплохо тоже платят, это абсолютно верно, да, походу он уже все, так и уйдет, ненаказанным этот бандит уползет, со сломанной ногой, хромая, со всех сил, да, упустили мы его, видите, вот это классно выглядит, то есть вот один держит, вот так руку прижат, а другой хромает, то есть намного реалистичнее, живее выглядит, давайте мы вернемся к нашим героям, что у нас здесь, минус 15, но этот наш главный герой точно не умрет, то есть ему потребуется время, чтобы очухаться, ему придется полежать здесь, отдохнуть, но в принципе джин тоже, он не умрет, давайте мы ускоримся, на данный момент мы ничего не можем сделать, никак ни на что повлиять, только ждать, пока кто-то из них встанет, и уже сможет начать бинтоваться, то есть, это займет время, да, игра именно такая, то есть здесь нет какой-то кнопки, раз там оживиться и так далее, то есть, коль так потрепали тебя, то лежите, отдыхайте, сколько положено по правилам, вот, еще один минус я хочу сказать, ну не минус опять же, пока упущение, мы можем лутить бандитов, но если вот нас убивают, то никто с нас ничего не снимает, ни деньги, ни вещи, никто нас не убирает, и мы ничего не можем потерять, пока что в этой игре, и опять же думаю, это будет все исправлено, и пока, о, отлично, медик, все, один встал, сейчас он забинтует одного, забинтует другого, и еще хочу сказать, интересный очень момент, то есть, когда у нас большая, допустим, группа, и мы выбираем кого-нибудь лечение, то он будет лечить самого поврежденного, то есть, кому больше всех требуется помощь, и я тоже, когда вот это заметил, в одном из боев, я был очень впечатлен, то, что вот такое вот, ну, такая вот, скрупулезная, внимательность к деталям, которая во всем здесь видна, и мне очень, очень-очень хочется увидеть, что там будет в следующем патче, потому что автор вещает, еще больше всего-всего, я надеюсь, что он будет только быстрее выпускать дополнения, и вообще все, благодаря сильному притоку финансирования со стима, так, теперь наш герой перебинтовывает джина, он не сильно пострадал, на самом деле, у него только с рукой беда, было и кровотечение, ну, по сравнению с нашим главным героем, который намного сильнее побитый, и после того, как мы перевяжемся, мы начнем собирать уже вещи с трупов, опять же, все мечи наши, и пойдем дальше к городу, мы прошли чуть меньше половины пути, и хромать нам придется долго, так, почти-почти перевязан, сейчас и кровь пойдет в плюс, на самом деле, если вы начинаете бой вот с полной кровью, то очень тяжело потерять нашего героя из живых, потому что я заметил, ну, пусть кровь, она успевает остановиться, но вот если вы начнете вот бой с 14, допустим, здоровья, и при этом у вас там начнется кровотечение на 5 единиц, то, скорее всего, мы уже можем и умереть, по крайней мере, я вот это замечал, опять же, все это будет, скорее всего, еще перебалансировано много раз, потому что я уже говорил, что, допустим, скорость изучения, навыков бега, а, вот эту саблю я не пробовал, не продал, вот, то есть она изменилась, то есть все это еще будет изменено, так, и, возможно, то есть вот к штанам, и вот этим сапогам тоже добавятся какие-то атрибуты, либо стоимость, но пока что она, на ней ничего не стоит, их нет смысла собирать, только оружие, и вот джин уже оклемался, и давайте мы, наверное, все-таки джину дадим, тоже что-нибудь для веса, так, и у нее нет сапог, кстати, у кого-то я их тут видел, тут есть вот такие деревянные сапоги, но они мне не нравятся, то есть ауду бандитов, они, по-моему, только вот такие деревянные, так, и есть, других не бывает у них, надо с кого-нибудь более побогаче одетого снять, все, я всех ободрал, так, статистика, так, скорость бега, вы видите, максимальная 61, текущие 35 за счет груза, и стало уже 36, нашего героя максимум 64, но 21 всего, потому что он нагружен на 64%, а этот только на 38 джин наш, давайте мы один меч еще передадим, и примерно уравняем их скорость, то есть сейчас она стала, точнее, у джина так и осталось 36, а тут так и осталось 37, странно, так, в чем дело, ну, странно, ну ладно, пусть так оно и останется, это, в принципе, близкок, нет, это недалеко все-таки это дело,